Всем большой привет, ребятушки! А у нас здесь в толпе затесалась вот эта вот женщина. Это инспектор. Она пришла проверить, как поживают наши подопечные. И уже оценила вольер Гризли на 5 звездочек. Идет к баранам Дала. У нас с вами по плану новый вольер. Мы будем строить вольер для полярных волков. И разместим мы его вот здесь. Я уже представила, как это будет выглядеть. Давайте тогда условную ограду возьмем и разметим наш вольер. Как-то у меня косо изначально пошло. Делаю довольно-таки большой вольер, потому что волкам нужно очень много места. Этого еще мало. Надо еще одно, наверное, деление. Так, ну в чем проблема? Ладно. Давай вот отсюда пойдем. Так, до упора сюда. И здесь соединяем. Это у нас такой набросок. Так, секундочку. Вызовем сюда механика сразу. Сюда можно тоже вызвать механика. Поставим дверь, чтобы видеть примерно, какого у нас уже размера вольер. Так, сразу дорожку для персонала проложим. Так, и смотрим. 2352. Отлично. Этот размер нам вполне подходит. Даже для двух волков. Так, что еще я хотела? Прокладываем дорожку для посетителей. Чуть-чуть дальше еще. Включим на 90 градусов. Вот так. И здесь теперь делаем... Заходим в ландшафт. Выбираем вот такой инструмент. Сразу он у меня выбрался, чтобы вниз он проходил. Вот так. Теперь, чтобы быстрее это все выровняв по основанию, поменьше возьмем кисть. И вот отсюда начинаем вырабатывать. Так, здесь вскрылось озерцо. В общем, ребят, объясню вам, откуда оно здесь. Здесь я уже делала этот вольер, но проблема возникла с записывающей программой, и вольер у меня не сохранился. Ну, точнее, вольер-то сохранился, но мне пришлось его убрать, чтобы перезаписать видео с этим вольером. Потому что я очень хотела, чтобы вы увидели, как это делается. Так что здесь осталось вот такое озерцо. Как-то я не подумала, что его тоже надо будет убирать. Может, он видит, там камень еще тоже остался. Так, в принципе, вот такая вот у нас площадь. Да, здесь, в принципе, так осталось, как я хотела. Значит, что нам нужно сделать? Во-первых, часть ограды мы заменим. Уберись. Так, заменим мы примерно вот так. Ой-ой-ой, нет-нет-нет. Вернись, пожалуйста. Так, сюда. И вот сюда. Вот так. Это мы поменяем сейчас хотя бы на бревна. В принципе, я думаю, они здесь хорошо будут смотреться. Теперь зайдем в строительство. Нет, в чертеже. Я здесь сохранила вот такие вот камушки. Так, это чтобы не мучиться и каждый раз не выделываться. Не ставить так по одному камню. Там даже цветочек к ним прилепился. Ну ладно. И, значит, теперь вот здесь вот выставляем камни. Как бы волки и так здесь не пройдут, потому что там как бы яма образовалась. Но, тем не менее, хочется, чтобы все выглядело более реалистично. Можно еще взять вот так вот выделить кусочек, скопировать и вот сюда вот вставить. Развернем. И выглядит все уже немножечко по-другому. Здесь мы проложим дорожку. Вот так вот вверх. Так. И теперь здесь по сетке вот так вот сделаем. Такую смотровую площадку. И с этой стороны также все камнями заложим. Зайдем также в чертежи. Если кому интересно, могу потом показать, как сохранять свой чертеж. Пишите в комментарии, если хотите, чтобы я вам показала. В принципе, ничего сложного там абсолютно нет. Так. И еще раз его возьмем. Да, оно примерно вроде бы однотипно выглядит, но... Так. И сейчас еще момент. Ой-ой-ой, что здесь произошло? Давайте здесь подвырвнуем, наверное. Так лучше. Теперь в чем проблема может возникнуть? Может быть проблема с тем, что баран может туда пролезть. А, нет, все, не может вскарабкаться, не может вылезти. Отлично. Значит, там ничего доделывать не нужно. В принципе, еще вот здесь вот сейчас камушков поднакидаем. Так, где эти камни? В принципе, вот такие вот можно взять. Еще подразвырнем сюда. Где-то здесь еще прям большой был, да, вот так. И сюда засунем его. Так. Смотрим. Смотрим. Ой, нет. Здесь это выглядит не очень. Чтобы его не было видно. Ну, в принципе, чуть-чуть здесь торчит, но я думаю, что ничего страшного. Пускай так будет. Меня устраивает, в принципе. Так, здесь немножко тоже камушков нужно поднакидать. Я хочу там сделать маленький такой водопадик. В принципе, можно взять какой-то такой большой камень. Вот здесь вот его поставим. Заходим дальше в строительство. Спецэффекты. Водопад. У нас здесь есть вершина. Подножье. Вот, средняя часть. Вот сюда мне развернусь, пожалуйста. Вот так. Вот здесь вот разместим. А здесь теперь вершина. Чтобы это все еще хорошо сглоплялось. В принципе, вот так неплохо. И подножье. Вот так. Отлично. Мне нравится. Теперь только нужно подобавлять камни сюда. Чтоб это все смотрелось получше. Так. Побольше камушек. Вот сюда тоже. Вот здесь. В принципе. Так. Еще нужно здесь добавить. И вот сюда еще. Так выглядит намного лучше. Можно еще зайти в ландшафт. Подкрасить вот здесь в землю побольше. Тем более, что волкам земля больше нравится. Можно даже здесь большую часть подзакрасить. Так. Вот. Теперь мы... Так. Стоять. Отлично. Выполнили задание. Кто-то слишком долго находится в контейнере. Так. Выйди оттуда. Так. Заходим, значит, тогда в торговлю животными. Перемещаем наших полярных войнков в зоопарк. Люди сюда уже пришли. Хотя смотреть еще не на что. Давайте сразу тогда поставим вот такой вот стенд обучающий. Здесь же громкоговорители разместим. И надо расставить корзинки для пожертвования. Здесь, здесь, вот здесь еще пусть стоит. Так. Вот несут волка. В принципе, я думаю, что волки как укрытие будут считать эту площадку смотровой. Так что отдельное укрытие им строить какого-то не нужно. Так. Что ты мне скажешь? Слишком много низкой травы и мало земли. Ну, собственно, как я и предполагала. Значит, добавляем тогда землю. Теперь ее слишком много, да? Что нам нужно? Камень добавить. Давайте камень добавим. Так. Уменьшим кисточку. И вот здесь, вот возле камня, подобавляем камушком. О, еще лучше. Круто. Так. Мне нравится. Теперь, какая проблема с растениями, я еще хотела сказать. Заметила. Такое. Видите, у нас появился континент Арктик. А здесь его нет. Поэтому, в принципе, растения не подходят животным, как бы. Я не знаю, когда это разработчики собираются решать и собираются ли. Но это очень напрягает, потому что животным не нравится то, какие растения у них тут находятся. Какие-то, да, по-любому должны быть. Сейчас сюда повтыкаем несколько растений. Да, укрытия, как я и сказала, им не нужно, потому что они это уже за укрытие считают. Вон она там прилегла. Или он? Он прилег. Так. Давайте еще вот таких вот желтых лиственниц. Лиственницы же, да. Лиственницы растают. Они и цвета добавляют. Какой-то краски. Не знаю, мне нравится. Так. Можно здесь еще цветочков. И... Так, так, так. О, вот это вот хочу. Сейчас сделаем так. И развернем ее. Вот так. И как бы за красную. Нет. За красненькую хочу взяться. Вот так. Ну, отлично. Более реалистично, мне кажется. Это как-то все чисто да пусто. Так, теперь еще что мы по природе можем сюда добавить? У нас здесь есть водянки. Водянка, блин. Ну, водянка и водянка, ладно. Так. Сюда добавим. Вот здесь тоже. Разместим. Можно еще под деревьями немножечко. Чтоб тут пусто под ними лысо не было как-то. Так. И здесь нет никакой еще какие-нибудь папоротники должны быть. Толокнянка. Толокнянка. Шалфей. Давайте вот это вот. Туя. Блин, это красиво. Давайте вот так поставим. Мне нравится. Так. И еще. Еще-еще. Альпийская смородина. Давайте. Мне нравится. Бабник. Давайте вот так вот оставим здесь побольше. и... Блин, как-нибудь это надо... Теперь икс. И опять наклоним немножко сюда. А, вот. Так. Мне так намного больше нравится. О, воет уже, воет. Так. Кстати, где его подруга? Я чуть не увидела. Да, растения тени очень нравятся. Значит, в вольер зайдем. Здесь для них еще наверняка ничего нет. Но мы проверим. Так. Полярный волк. Да, еще вообще ничего для них не исследовано. Но ладно. Давайте поднос для еды поставим. Где-нибудь вот здесь, чтобы людям видно было. Так. И можно раскидать туда вниз эти спальные места. В принципе, я бы им, наверное, хоть средних накидала. Вот так. Вот так. А, вот и волчица. Так. Ну, в принципе, мне кажется, температура для них должна быть комфортная. Социальные условия. Это все-таки нормально. Вот. Обогащение среды только страдает. Но с этим, я думаю, мы разберемся. Вот люди уже пришли сюда наблюдать за нашими волками. Так. Хотят пить. Здесь не хватает места для комфортной прогулки. Давайте, кстати, переименуем вольер. Маленькие буквы. Мне больше нравится, когда именно они переименованы. Так. О, здесь надо смотрителя и механика вызвать. Здесь механика тоже можно вызвать. Так. Не хватает нашим посетителям воды, да? Что тут у нас, кстати, прилетело? Слишком грязно. Слишком большое количество мусора в зоопарке, да? А у нас урны стоят. Я же вроде ставила. Или мне не хватило денег? Да нет, стоят в урны. Наверное, здесь надо еще доставить. Ну, давайте поставим. Возьмем. Вот еще вот здесь урну воткнем. Вот тут. О, ха-ха. Вот здесь где-нибудь притулим. О, здесь вообще все закидали. Вот не стыдно, а? Давайте здесь еще наверху поставим. Вот. И надо тогда посмотреть, как у нас люди-то справляются. Персонал. У нас один уборщик, да? Давайте наймем еще уборщика. Сюда отправлю. Вот сюда отправлю. Пусть убираются. И, в принципе, одного смотрителя уже тоже мало-то. На три вольера. Так что пусть будет два смотрителя. Два механика, пожалуй. Так, продавцов тоже маловато. И ветеринар еще нужен. Сколько зарплаты-то надо платить? Ладно. Пусть отправляются по своим делам. Вот сразу побежал сюда, смотрите. Во, сколько людей-то пришло на волков посмотреть. Это хорошо. Так. Ну, в принципе, можно еще будет где-то здесь водичку разместить с едой для посетителей. Какой-то тут тоже фудкорт поставить. Хотя мы сейчас средствами не очень располагаем. Тем более у нас еще ничего не изучено, насколько я понимаю, да? Ничего не изучено. Давайте я, наверное, отправлю кого-то из механиков изучать лавки с напитками. Пусть изучают. И еще и сувенирные надо. Надо очень... Ну, вообще-то надо все изучать. Блин. О, смотрите. Ну, полетела еда из кормушки. Так, вольера. Что, чистота? Ну, сейчас уберутся у вас тут. Не переживайте. Да, грязненько, конечно. Так, ты мне пока не беременна? Нет. Не ждем мы медвежат. Печальненько. Ну, ладно, ребят. Давайте я тогда буду заканчивать на этом эту серию. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok